здравствуйте дорогие друзья с вами канал максимадзе и сегодня вашему вниманию будет представлен samsung samsung c3322 или полное название gt c3322 короче говоря что же это за samsung такой у нас это один из моих любимых телефонов вообще всех не только самсунговских немножко история такой телефон я впервые увидел у своей двоюродной бабушки у нее была женская версия с по заголовком love floor более под что такое love floor чуть попозже расскажу так вот у нее была женская версия я увидел но неплохой такой мобильный чик прикольный мне понравился потом я увидел как вам мужской вариант но черный выглядит и мне вообще понравилось захотел купить такой но все никак не было возможности как-то один раз даже родить родители у меня вот мы я с родителями договорился что если я без страха так сказать сдам кровь они согласятся мне купить такой мы после этого мы мы ходили по магазинам но не смогли найти такой вообще нигде только в начале 2016 года на новый год у меня появился такой samsung правда не c3322 а c3322 ай что такое что за телефон c3322 ай тоже чуть-чуть попозже расскажу ладно короче вышел телефон 2011 году то есть ему уже получается целых 10 лет ретро телефон уже давайте посмотрим на его внешний вид дизайн дизайн очень хороший никаких претензий также никаких претензий к сборке сборка идеальная сделано все очень хорошо ничего не скрипит даже спустя 10 лет качественно подобраны все детали спереди у нас вот такой корпус здесь у нас металл вот этот пластик вроде бы кнопочки воды на может и нет но вот это вот точно металл задняя часть пластиковая но его тут тоже пластик многие заметили также сходство внешнего вида с какой-то там nokia я забыл какой я забыл какая модель но возможно samsung взяли дизайнами не с них как по мне сам samsung выглядит прикольнее здесь у нас клавиши с цифрами по традиции на векей которые вверх вниз вверх вниз слева вправо и в центр нажимается функциональные клавиши здесь но и вызов и сброс все по традиции здесь у нас находится экран разрешение 240 на 30 20 пикселей тфт отображающий двести шестьдесят две тысячи цветов диагональ дисплея 2 и 2 дюйма сверху над экраном находится разговорный динамик а также надпись доз который говорит нам о том что те в телефоне две сим-карты да да этот телефон двухсимочный мы его откроем тоже посмотрим под экраном на находится надпись samsung ну и в самом низу находится вот здесь микрофон левая сторона без дополнений однако есть здесь вот разъем для шнурка но правда здесь к сожалению скол образовался здесь на правой стороне если если я тут сказал право это извините левая вот правая сторона здесь у нас находится кнопка управляющая сим-картами и разъем для микро юсб который прикрыт заглушка и заглушка тоже чуть-чуть треснула микро юсб и служит как для подключения компьютеру гарнитуры так и для зарядки сверху находится джек три с половиной миллиметра под наушники снизу за зуб для открытия задней крышки задняя крышка такая вот рифленая матовая шершавая сделано очень даже неплохо здесь находится 2 мегапиксельная камера без автофокуса динамик надпись о том что это 2 мегапиксельная камера и надпись samsung внизу ну и внешний вид осмотрели теперь стоит поговорить о других версиях по крайней мере я знаю три варианта это этого телефона может быть есть еще есть кроме черного черный это классический есть также такой красный ну или бортовый такой что ли выглядит также просто бордовый крышка тоже такая вот бордовый есть еще версия женская версия спаза из линейки лафлю лафлоу она отличается не только раскраской но и встроенным содержимым кроме того помимо того что здесь находится написала лафлюр там задняя крышка была уже не рифленая а глянцевая и на ней были изображены вот всякие там цветочки ну картинку я вам показал вроде бы здесь не забуду вставить точно такая же глянцем глянцевая крышка ну вид глянцевой крышки также перешел в следующую модель c3322 ай 2013 или 2014 году вышла модель c3322 ай она нет она внешне ничем не отличается кроме того что там задняя крышка была уже глянцевая и они рифлены как и на лафлюр даже тот же классический черный вариант был с глянцевой уже крышка черный у меня как раз таки такой был если я его сейчас его нет дело в том что у меня такой был я говорил что не появился такой потом на новый 2019 год я подарил его деду а и недавно где-то месяц назад ну или даже меньше где-то потерял его где-то а жалко еще у другого деда есть тоже c3322 ай в удручающем прото состоянии но тем не менее работает как-нибудь постараюсь у него добыть его и обязательно сниму обзор когда появится он от ли он отличается не только вариантом так сказать то что глянцевой крышкой но и это вот здесь вот вторая сим-карта вот тут желтая видите там она тоже белая но самое главное отличие то что там абсолютно другая прошивка другая система абсолютно ну и короче c3322 нельзя будет прошить под c3322 ай там абсолютно другая система новая давайте теперь вскроем телефон здесь у нас находится разъем под карту памяти карта памяти поддерживается micro sdm до 16 гигабайт вот такой вот аккумулятор родной на 1000 миллиампер здесь разъемы для sim-карт у меня тут 200 карты вставлено вот так вот ставится аккумулятор кстати говоря этот телефон и я прошивал прошивал подло флевер потому что прошивка lafleur отличается от стандартной и вы потом узнаете чем пора перейти к включению и посмотреть наш телефон уже изнутри включаем вот видите тут написано lafleur заставка включение подтормаживает не знаю почему из-за сим-карт почему-то из-за моих вот так выглядит наш главный экран lafleur увидели да я его прошил дело в том что телефон я этот купил через авито и он мне достался немножечко больным так сказать во первых у него не работает вибрация во вторых он почему-то иногда перезагружается сам я думал что перепрошивка решит проблемы с перезагрузками но нет это не помогло но все равно я доволен что я поставил lafleur скую прошивку потому что она как по мне лучше стандартный почему именно лучше стандартные вы сами узнаете по ходу и короче чем мы видим на главном экране часы дату наши сим-карты состояние первой сим-карты состоянии 2 сим-карты сеть и это то что у нас есть доступ в интернет насколько я понял то что это включена bluetooth вставлена карта памяти профиль обычный состояние аккумулятор и но и еще одно время такие вот приятные звуки при нажатии кнопок lucid называются эти звуки что у нас тут клавиатура заблокируется нажатием на решетку ой на звездочку и ну и разблокируется она также решетка выключает звук также также его не можно и включить эта кнопка переключает сим-карты нажимаем вот переключается на вторую сим-карту то есть теперь мы будем звонить со второй сим-карты чтобы выбрать какой сим-карты мы типа будем звонить можно нажимаем на кнопку на каждую сим-карту можно поставить свой обои тему и рингтон и шрифт об этом тоже мы поговорим если удерживать эту кнопку мы перейдем в настройки двух сим-карт в каждое назначение клавиши на на вике верхний слева вправо можно строить отдельную функцию например вот у меня влево включается камер на такая вот камера по нынешним меркам камера отвратительного качества конечно конечно но два микропикселя чуду сказать и автофокуса никакого нет что касается камеры она пишет разрешение 1600 на 1200 давайте что-нибудь запишем всем привет дорогие друзья мы снимаем тут короче говоря видео на samsung c3322 вот такое вот качество видео у нас такая вот камера вверх у нас профили можно сменить вниз нажимаем открываются контакты вправо у меня это игры и приложения о них тоже поговорим куда-то клавиша переходят журнал и вызовы ну и здесь у нас тоже контакты при помощи на вике или в левой клавиши мы переходим в главное меню которое выглядит довольно красиво при всем карту кстати можно любой момент почти переключать вот как видите меняется тема потому что я так настроил вот оранжевая а вот зеленая давайте поставим оранжевый как там прикольнее мне кажется смотрится что ли что у нас тут меню сообщение контакты журналы вызов музыка интернет файлы google камера календарь будильник samsung caps настройки а.м. twitter facebook ведь эту социальные сети он даже есть bluetooth чат чат он актив синг сунг сунгс часы заметки задачи сообщества сообщество и даже он в контакте есть да вы только вдумайтесь здесь есть вконтакте ну и приложения различные сообщениях у нас все по стандартному пишем выбираем номер контакт можно ли по электронной почте отправлять носить куча списков спам можно также создавать папки и помещать сообщения в них такие либо контакты мы с вами их уже открывали можно создать новый там менять чего угодно делать можно по группам их разложить очень удобно куча всякой дополнительной информации контакт здесь у нас журналы вызов пропущены исходящие сообщения еще там есть музыку потом посмотрим интернет мы открывать не будем кстати что насчет интернета здесь у нас никакого 3g нет есть только edge gps и ваб объем встроенной памяти кстати забыл сказать здесь 50 мегабайт из которых доступно будет изначально где-то 46 или 45 предлагаю заглянуть в мои файлы здесь у нас можно выбрать все сразу посмотреть файлы те которые только в телефоне или только те которые на карте память картинки это наши фотки и друг ну и другие картинки может помещать вот видео которое мы недавно сняли звуки здесь есть музыка есть один встроенный mp3 трек чуть позже его послушаем в музыке также есть сюда понапихал рингтонов из самсунга с ghc200 а 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 кто помнит такие рингтоны ставьте лайк есть также и сообщение тоже а а а к а а там здесь у нас куча всяких музыки всякой другого всего того мы не будем заходить давайте теперь в настройки здесь у нас диспетчер sim-карт профили звука и вот первое отличие лафлеурской версии телефона но и лафлеур а то обычный в сейчас 1 здесь у нас 30 рингтонов стандартные версии только 20 первые 10 рингтонов являются бонусными которые идут только в лафлеурской версии стандартной версии их нет давайте послушаем их а а а а как так а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эти все рингтоны, что мы сейчас послушали, они есть только в версии LaFleur В стандартной версии есть только вот эти рингтоны Начиная с Minimal Tone и следующие То есть вот начиная отсюда идут уже стандартные рингтоны по сути Субтитры сделал DimaTorzok Да, все рингтоны прикольные и это была еще одна из причин, по которой я прошил этот телефон под LaFleur Кстати, прошить довольно-таки легко было Я думаю, прошить под LaFleur не составит большого труда, если у вас есть Windows 7 Жалко, что здесь нету, правда, стандартной самсунговской темы Вот так, все прикольно Дальше настройки дисплея Все эти рингтоны также и на других аппаратах были Вот следующее отличие LaFleur от стандартной В стандартной версии идут встроенных три обои на рабочий стол, так сказать Вот это, вот это и вот это В LaFleur к этому набору добавляется также вот это Вот это, вот это и вот это Тема, которая для женщин подойдет Ну, может, кому-то из мужиков понравится Ну, например, вот эту, даже не важно Можно на зимой как-нибудь поставить Можно на одну чинкарту, можно на вторую Кстати, надо показать рингтоны сообщений Я забыл это сделать Такие вот рингтоны Они одинаковые, что в стандартной версии, что в LaFleur Вот звук клавиатуры можно такой поставить И цифры будут набираться стандартными звуками Можно выключить, а можно Lucid поставить Вот прикольный такой Дисплей также продолжаем Темы, темы, тем здесь три Они только стандартные, только встроенные Свои нельзя ставить Они все одинаковые, что в стандартной, что в LaFleur версии Хотя в LaFleur версии, наверное, могли бы розовую какую-нибудь добавить Или фиолетовую Вот зеленый, можно Оранжевый вот у нас стоит Можно посмотреть, как выглядит Давайте поставим синий Главный экран Также можно выбрать Стоп Я на первую карту поставил Я хотел на вторую поставить Так, ставим Вот так делаем Теперь у нас синее все Так, вот главный экран Можем выбрать часы Можем поставить часы посередине Можем поставить их вправо Можем поставить их влево И также можно поставить расширенный режим Который, которому можно настроить Через который можно быстро войти Какие-нибудь там функции Музыка, сообщения, там другое Будильник Однако В этом режиме В этом режиме недоступны Горячие клавиши То есть вверх, вниз, слева, вправо На рабочей стороне Функции использовать Ну то есть камера влево Это я показывал В расширенном режиме это недоступно Стиль шрифта Есть два стиля шрифта Есть глобальный Ну то есть вот такой вот обычный А есть вот такой вот корявый Это на свой вкус Можно также размер выбрать Дисплей при наборе Можно тот, что у темы стоит Можно цвет поставить Также размер выбрать Яркость Подсветку сколько времени Эффект перехода То есть когда переходим В какую-то настройку У нас вот такой вот экран Второй выглядит вот так Но я это выключу Потому что мне кажется Это глаза режет Время и даты можно настроить Так, телефон Автономный режим Вырубает сети Язык Горячие клавиши Можно настроить Автоблокировку Клавиатуры Вызовы Есть ложный вызов Покажу Есть резервное копирование Безопасность Пин-коды Ну там всякие Подключение к компьютеру Кстати Подключение к компьютеру Вот что полезное Когда подключаешь к компьютеру Можно через компьютер Войти И посмотреть Как и память Как и карту памяти Так и память телефона Очень удобно Полезно Ну и сброс Настроек Там всего такого Давайте дальше Музыку послушаем Посмотрим К сожалению Первый запуск Будет сопровождаться Вот такой вот Долгой прогрузкой Это зависит от того Сколько у вас музыки В телефоне У меня много ее Списки воспроизведения Музыка Вот тот самый Встроенный Мп3 трек Стандартный Такой вот трек Можно свои запускать Конечно же Но я не буду А то авторские права Вон есть Плеер отлично работает Кстати Можно Также клавишами Настроить Эквалайзеру Тут Я обычно ставлю Понятно Это настройки Этого Повтора По-моему Или нет Нет Это случайно А нет Это случайно Воспроизведение Можно Также Вот это Повтор Также Пятеркой Вот так вот Режим меняется Режим Это Воспроизведение Светуха Сейчас узнал На ходу Шестерка Ставить Рейтинг Это Влияет На списки Самсунг Капс Это Там Загрузка Игр Что ли Будильник Дальше у нас Идет Будильников Можно Несколько Создать В чат Он Так Сообщество Ну и Последнее Что нас Интересует Это Игры Приложения Кстати Музыка Попадает Сюда Можно Управлять Музыкой Прям Тут Давайте Уберем Есть Опера Мини FM Радио Которая Работает Только С наушниками Фоторедактор Есть Можно Выбрать Фотку Можно Фильтр Добавить Черно Белый Например Разрешение Поменять Обрезать Текст Какой Ни Добавить Не 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 Диктофон Кстати Диктофон Качественный Давайте Проверим Раз Два Три Раз Два Три Мы Проверяем Диктофон Давайте Запустим Тихо Очень Тихо Блин Назад Что-то Ставится Ну и Ладно Может Быть Вы Услышали Блютуз Есть Синхронизация Какая Калькулятор Конвертер Величин Всяких Ну и Меню Сим Карт Первый Второй Вот Что Нас Интересует Это Игры И Приложения Здесь И Последнее Отличие Которые Я По крайней Мере Знаю От Лафлевушской Версии Лафлевушской Версии От Обычной Здесь У нас Несколько Приложений И Вот Три Встроенные Игры У нас В стандартной Версии И тут Это Асфальт 6 Дурак И Хангмен Лафлевушской Версии К этому Набору Во-первых Добавляется Приложение Моу Геймс Видимо Для Загрузки Игры А также Еще Две Игры Это Грин Фарм И Пирамид Блокс Давайте Каждую Из Эти Игры Посмотрим Приложение Не будем Открывать Все остальные Игры Это Я уже Закачивал Сам Давайте Дурак Посмотрим Я хотел Асфальт Правда Показать Не случайно Нажал Русский Дурак Давайте Новую Игру Выбираем Количество Игроков Ну давайте Два Выбираем Режим Подкидной Переводной И простой Давайте Переводной Вот так Красиво Раскладываются Карты Если Четыре Игрока Выбрать То Здесь Еще Будут Дурак Выглядит Очень Прикольно Вот так Вот Ходим Короче Сюда На выброс Карты Идут После Того Как Вы Выгрозили Проиграете Вам Предложат Отправить Смс С рекордом Смс Три Четыре Рубля Стоит Вообще Не понимаю Зачем Это Надо Никогда Не надо Соглашаться Следующее Ну давайте Давайте Покажу Как Вылетит Асфальт Все Все Игры Кроме Дурака И Хагмэна Кстати В демо Версии Представлены Изначально Будут За полную Версию Нужно Заплатить Вот Как Вы Видите Полную Версию Можно Купить Отправить Смс Там Сто С Хреном Рублей Что Не Рекомендую Делать Ну давайте Попробуем Погонять Асфальт 6 Здесь Выглядит По Другому Не Так Как Оригинальный Асфальт 6 Адреналин Тут Собственный Самсунговский Такой Вариант Ну давайте Посмотрим Погоняем Сейчас Загрузится Быстрая Игра Нам Только Доступна Путные Следы Остаются На задней Крышке Ну давай Грузись Уж Быстрее Время Это Заканчивается Дем Обская Вот так Вообще Немного По другому Он выглядит Какой Прикольнее Из них Выбирайте Сами Я Лично Не могу Определиться Такой Асфальт К сожалению Нам Не дадут В демо Версии Даже Закончить Эту Гонку Там Через Через Минуты Две Три Просто Вылезет Сообщение Что Все Время Закончилось Все Было Было Круто Если Дали Хотя Бо Эту Гонку Закончить В C 33 22 А И Тоже Эта Игра Была Этот Асфальт 6 Точно Такой же Но Там По Моему Тоже Была Демо Версия Но Там Хотя Бо Давали Закончить Гонку О Смотрите Видите Перезагрузка Пошла Про Который Говорил Просто Иногда Даже Бежим Ожидание Перезагружается Это Очень Бесит Конечно Давай Грузить Быстрее Пожалуйста Ну И Переходим К Следующей Игре Hangman Она Также Бесплатна Это Виселица Такая Вот Короче Убираем Тему Давайте Спорт И Здесь Надо Угадывать Короче Буквы Давайте О Нет Не Угадали Стул Уже Нарисовали Р Угадали С Нет Не Угадали Ну Давайте Е Е Тоже Не Угадали Опять Не Угадал У нас Осталось Только Одно Право На О Угадал П Так А У Здесь Есть Нет Не Угадал Так У нас Больше Нет Права На Ошибку У нас Осталась Последняя Попытка Но Давайте Все равно Попробуем О Угадали Так У нас А Есть О Идти Угадали Если бы Сейчас Еще раз Ошиблись Он Его Стул Бы Стерли Он Повесился После Выигрыша Или Проигрыша Нас Нам Попросит Отправить Свой результат В глобальной Таблице Рекордов Вообще Не знаю Зачем Это Надо Еще И 34 Рубля Тратить Это Те Игры Которые До Суб Стандартной Версии Мы Будем Открывать Только Те Игры Которые Вот Кстати В C3322 Ай Были Поэтому Я их Сюда Поставил Дум РПГ Грин Фарм Давайте Грин Фарм Давайте Посмотрим Вот Есть Одна Проблема C3322 Это Почему То В некоторых Играх В том Числе Грин Фарм Почему То Сохранялки Не Работают Кстати Этот Грин Фарм Это Не Та Которая Предустановлена Была Это Я Пиратская Версия Сказать Скачал Чтобы Не Традить Деньги Можно Начать Поиграть Но Вот Если Там Что Пройти Сколько То А потом Выйти Из Игры А потом Обратно Зайти И у вас Не будет Никаких Сохранений Вам Попросит Начать Все Заново Не Знаю Почему Так Вообще Не Знаю Так До Прошивки Было И Все Видимо Дело Ну Короче Выполняем Всякие Фермерские Задания Вскапываем Покупаем Ходим На Ферму К Другим Так Что Видимо Выбор Это Тот Играть Короче Типа Сидеть Заткнуться Играть До Победного Конца И так Кстати Не только С Грин Фармом Происходило Так Еще Один Мобильный Мариус Ставил Там Тоже Почему Не Работали Сохранялки Асфальт 6 Ставил Оригинальный Тоже Не Работали Сохранялки Вот В этих Играх Castle of Magic Carnival Land Все Работает Bunker 3D Тоже Все Работало Однако Когда Я играл Телефон Перезагрузился И тогда Вот Когда Перезагрузился Тогда Почему-то Сохранения Пропали Doom RPG Английская Версия К сожалению Потому что Русская Версия Почему-то Когда Играешь У тебя Какое-то Время Вылезает От Какая-то Реклама На Китайском Языке И Все Дальше Ничего Не Работает Здесь Такого Нет Вообще Не Знаю Почему На Других Телефонах Такой Фиги Не Был Ну И Пирамид Блок Последняя Игра Она Тоже У Мне Пиратская Здесь Хотя Бо Работают Сохранялки Здесь Всем Полностью Доволь Так Сказать Давайте Быструю Игру Она Только И Будет Доступна В Демо Версии Играть В Демо Версии Мы Будем До Тих Пор Пока Не Пройдут 2-3 Минуты Или Сколько Там Либо Пока Мы Не Проиграем Тут Короче Подкидываем Блок Вот Этот Что Это Там Было На Улице Сейчас Пока Мы Не Просрем Вот Видите Просрали Можно Заново Начать Ну В общем Такие Вот Игрушки GSM У нас В телефоне Конечно же У нас GSM 900 1800 Ну И Давайте Наконец-то Посмотрим На Коробочку Вот Вы Видите Коробочку На Экране У 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 Все Рано Отличаются Как Видите Например То Что У У 22 Ничего Тут Не Горело На Экране Ну И Конечно Не Было Буквки Ай Ну И Здесь Было Написано Не 32 Гигабайта 16 Но Так Коробки Вообще Похожи Короче Когда Добудутся 33 32 А Обязательно Сделан У Него Обзор Ну А На этом Все Видео Блин Долгое Очень Было Хотелось Все Подробно Показать Ну Ладно На этом Все С С Подписывайтесь С Меня Эпичные Видосы Подписывайтесь Также На Стриминский Канал На Группу Вконтакте И Всем Пока